Женская солидарность – великая сила. Сценку Зинка-Нинка покажут нам Алла Владимировна Рябцева и Наталья Ивановна Меньшова. Встречайте. Время – хороший доктор, но плохой косметолог. Встречаются две подруги – Нинка и Зинка. Ой, Зинка, ой, Зинка, сколько лет, сколько зим. Ты ли? Да, я, Нинка, похорошела, располняла. Да вот диетологи говорят, что моя болезнь на дне тарелки. А что же мне теперь есть? Из кастрюли, что ли? Да, врачи скажут. Помню, в дни моей молодости приходишь, и врач, раздевайтесь, пожалуйста. А сейчас приходишь, покажи язык, и то не каждый раз. Знаешь, Зин, как говорится, больной нуждается в уходе врача, и чем дальше он уйдет, тем лучше. АПЛОДИСМЕНТЫ Это точно. Да на днях вот была у врача. Около кабинета, из кабинета вышла женщина, ну, лет за 80, даже больше. Вся разволнованная, красная. Ну, подхожу к ней, говорю, бабулька, в чем дело? Она мне говорит, доктор мне сказал, что я беременна. Ну, подошла очередь моя к этому врачу. Я захожу и спрашиваю у доктора, доктор, а зачем бы бабульке-то сказали, что она беременна? Хе-хе, как же не сказать, она перестала заикаться сразу. Да, видно, ему кора головного мозга дуба досталась. Ты знаешь, Зин, ты мне лучше вот о муже, о внуках расскажи. Муж. Ой, ну что мой муж Колька? На днях попал в больницу. Пендикс вырезали. А что это такое? Да, какой-то орган там внизу живота. Ой, Зин, как мне тебя жаль. А мой, Васька, зарплата маленькая, денег не хватает, решил вести здоровый образ жизни. Живот большой надо убрать. Решил пресс качать, как лег в 6 утра, так и встал в 11. Юморист твой, Васька. Ну что, а я придумала себе обливаться холодной водой. Настроение повышает прекрасно. А кого обливать, мне все равно. Да, здоровый образ жизни, это хорошо. Да пока соберешься, этот здоровый образ жизни, везде глядь, ни образа, ни жизни. Ну а внуки-то как, дедки? Внуки – это сказка. Приходит внук домой, протягивает матери дневник, в глазки заглядывает и говорит, «Мам, хорошо, что мы все здоровы. Ну что мы все о своих, о своих. А у нас-то что, есть у тебя мечта-то?» «Есть, похудеть хочу». «Ну а в чем дело?» «А как без мечты жить-то?» АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Да и я тоже мечтаю о хроническом здоровье, о гипертонической зарплате, о прогрессирующем счастье и о беременном кошельке без угрозы выкидыша. АПЛОДИСМЕНТЫ